Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года. Но как и другие продукты Microsoft, Windows 7 имела определенные сроки обслуживания. Таким образом, 14 января 2020 года закончилась расширенная поддержка Microsoft Windows 7. Закончилась ли она полностью? Что это вообще значит? Можем ли мы вообще пользоваться данной операционной системой теперь? Будет ли это безопасно и будет ли это актуально? На что же можно заменить эту уникальную операционную систему, которая достаточно популярна даже на сегодняшний день? Хотя прошло уже немало времени после того, как Windows выпустила операционную систему 10-й версии. Вот что могут увидеть пользователи, которые пользуются лицензионным программным обеспечением Microsoft Windows 7 на своих компьютерах. И что же вообще для нас значит прекращение обслуживания данной операционной системы? Во-первых, Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности. Это, конечно же, критично, но это далеко не означает, что вы не сможете пользоваться данной операционной системой. Вы сможете ей пользоваться еще множество лет. Допустим, владельцы пиратских операционных систем вообще не знают, что такое автоматическое сообщение и что такое обновление безопасности. Но, между прочим, все равно пользуются данной операционной системой и довольно успешно. По сути своей, это значит, что в будущем вы лишитесь возможности защитить свой компьютер от какого-либо вредоносного программного обеспечения. То есть не то, чтобы вы вообще ее лишитесь, а просто шанс будет меньше защитить ваш компьютер. Также Microsoft приостановит техническую поддержку по Windows 7. То есть прекратит помогать своим клиентам. Означает ли это, что Microsoft полностью закончит обслуживание Windows 7? На самом деле нет. Известно, что до 10 января 2023 года поддержка еще останется. На какие же продукты? Существуют коммерческие версии Windows 7, которые устанавливаются на предприятиях, либо же в каких государственных учреждениях, например, в школах, больницах и так далее. Неважно. Суть заключается в том, что данные продукты будут получать обновления только лишь платно. То есть их не прекратят выпускать. Чтобы снизить болевой порог перехода коммерческих организаций резко на какие-то новые операционные системы. Потому что железо, возможно, у них устаревшее, и новые операционные системы сразу не потянет. А такой переход требует какого-то времени. Почему вообще это произошло, и почему эта проблема является актуальной? Подчеркиваю, именно проблема. Потому что на самом деле есть статистика, которую Microsoft выводила сама, и там указывается, что 42% пользователя пользуются еще Windows 7. Это практически половина. Как известно, не каждый может себе это позволить, потому что многие пользователи имеют старые компьютеры, и не обновляют они их по каким-либо разным причинам. Во-первых, не у каждого есть такая возможность. А во-вторых, не каждый это желает делать. А для Windows 10, к примеру, необходим более мощный компьютер. На старых компьютерах Windows 10 попросту может либо же привести к более высоким лагам, чем на Windows 7, либо же попросту могут не найтись драйвера на чипсеты старые под Windows 10 и так далее. Если оборотная сторона Windows 7 на новых компьютерах, так же могут не иметь каких-либо драйверов. Если вы не найдете драйвер чипсета для нового компьютера под Windows 7, то, естественно, ваш компьютер будет терять производительность и работать некорректно. Это, конечно же, можно решить за счет внедрения драйверов вручную, но все-таки, что имеем, то имеем. Почему вообще завершилась поддержка настолько популярного продукта? Во-первых, это планы Microsoft. На самом деле, их планы всегда должны исполняться, и они имеют определенные сроки. Допустим, есть яркий пример Windows XP. Было выпущено в 2001 году, а закончилась ее расширенная поддержка в 2014 году. Windows 7 имеет примерно такие же сроки обслуживания, и все это входит примерно в десятилетие. У Windows 10 примерно такая же судьба, и приблизительно самая последняя версия, которая должна прекратить свое обслуживание, это 2029 год. Все это делается ради прогресса, так как он не стоит на месте. Другие продукты, отличные от Microsoft, тоже идут вперед, и Microsoft должна за ними успевать. И, естественно, Windows 7 уже изживает свой срок, и на пороге Windows 10. Для тех, кого интересует, что же теперь будет с Windows 7, я хочу привести яркий пример. Это уже существующая операционная система, которая прошла весь этот путь, который предстоит пройти в Windows 7, это Windows XP. Поддержку у Windows XP прекратили в 2014 году, так как это устаревшая технология, была масса новых, то с течением времени Windows XP вообще перестала поддерживать много новых продуктов. Таким образом, продвинутые продукты, такие как браузеры, уже не совсем совместимы с Windows XP. И при попытке их установить, вам вовсе откажут. А если же вы их установите, то будете иметь массу проблем с безопасностью, а также с посещением интернет-ресурсов в сети интернет. Так, я пользовался долгое время Windows XP, и до сих пор у меня есть компьютер, где установлена XP-шка, там уже и на самом деле пользоваться ею невозможно. Особенно если играть в игры, то вообще большинство продуктов просто у вас не запустится. Таким образом, Windows XP уже полностью ушла в небытие. Windows 7 будет то же самое, и приблизительно это произойдет после окончания полного обслуживания, даже коммерческого года, еще так через три. То есть у вас еще есть шесть лет полностью благополучно пользоваться Windows XP. Приблизительно. Точнее Windows 7. Хочу вас уверить, не пугайтесь, Windows 7 вы еще сможете пользоваться долгое время. Безопасность там не будет хромать, если вы будете устанавливать нормальные средства защиты, и таким образом все будет в порядке еще долгие годы. Но если встанет вопрос о переходе на Windows 10 или же на другие какие-либо прогрессивные продукты, то хочу отметить одну из версий операционных систем. Это Windows 10 LTSC. Продукт является официальным, также выпущенный корпорацией Microsoft, и в нем все максимально урезано. Именно поэтому вы сможете получить там максимум производительности и устанавливать его на более старые компьютеры. Если же, конечно, там найдутся драйвера для чипсетов. Но я думаю, вы что-нибудь придумаете. Это вам поможет внедрение драйвера с помощью программы Driver Booster. Сразу же у пользователей возникает вопрос, а что же, за десятку нужно же платить? Все верно, Microsoft так и предполагает, что перехода теперь бесплатного нет, и вы должны заплатить за полный пакет Windows 10 и лишь потом устанавливать его. Но никто не говорит о других возможных вариантах это сделать. Во-первых, вы можете купить дешевый ключ. Да, юридически он не будет являться лицензией, но будет обновляться, все будет в нем в порядке. Просто ключик беушный, скажем так. Купить его можно, к примеру, на ebay, рублей приблизительно за 300. Это, образно говоря, может даже и дешевле. В других валютах посчитайте сами. Ну и есть бесплатный способ, о которых, кстати, никто не говорит. Я не буду на него скидывать ссылку, найдете сами, но есть бесплатный способ перейти с лицензионной Windows 7 на Windows 10 абсолютно бесплатно. Поищите в интернете. Если ваш компьютер достаточно старый и десятку он не потянет, апгрейдить вы его не собираетесь, покупать новый не собираетесь, то есть вариант перейти на Linux. Да, многие уже об этом говорят. Я не являюсь первым человеком, который это говорит, но все-таки. Linux это хороший вариант для вашего компьютера. У него достаточно хорошо проработана безопасность, он является полностью бесплатным. Например, Linux Mint, либо же Linux Ubuntu и многие другие. Можете посмотреть, попробовать скачать себе Linux. Там будут идти все ваши любимые игры, там будет все в безопасности. И вообще Linux, мне кажется, мое мнение, он максимально защищен от всяких угроз. Также хочу сказать, что данная тематика это не новость, и Microsoft давно уже об этом говорили. То есть, как я сказал, у Microsoft есть планы, и они давно известны. И поэтому все знали, что именно в 2020 году Windows 7 прекратит свою поддержку. Вы спросите, а если у меня есть ключ от Windows 7, который был выпущен ранее, могу ли я его активировать сейчас? Действительно, вы можете его активировать, все продукты будут рабочими. Windows 7 не прекращает свою работу ни в коем случае. Microsoft просто заканчивает ее поддержку. Выпуск обновлений безопасности. Чтобы оставаться в полной безопасности, если вас это очень сильно беспокоит, если для вас это важно, устанавливайте десятку. Устанавливайте Linux. Отказывайтесь от Windows 7. Либо же пользуйтесь Windows 7, как это делали всегда пиратские версии. Там вообще никогда не было обновлений. Люди попросту пользовались пиратскими версиями и никогда от этого не страдали. Я вас к этому не призываю, просто говорю, как оно есть. Ну и спасибо за внимание. Спасибо, что вы со мной. Надеюсь, что данный ролик принес вам много новой информации. Теперь вам есть над чем подумать, если эта тематика вам интересна. Всего доброго. Благополучия вам и успехов в жизни.